В связи с резким и непрекращающимся ростом цен на энергоносители и невозможностью большинства жителей автономии покрывать эти расходы, вице-спикер Народного собрания ГГАУЗИ Александр Тарнавский предложил проект закона о фонде «Достойная жизнь», который, считает он, сможет помочь населению частично выйти из энергетического кризиса в отопительный сезон. Размер социальной помощи предлагается утвердить в размере 1 тысяч леев с ноября по март семьям, чей доход не превышает 2,5 тысячи леев на человека, исходя из прожиточного уровня. Действительно, в прошлом году была разработана программа «Как мы можем помочь людям», когда еще первые были повышения цен на газ, но, к сожалению, институт была направлена главе автономии и исполнительному комитету, и не было поддержано, не было обратной реакции, а без исполнительного комитета как администратора бюджета мы не имеем в соответствии с законом право вносить сами изменения в бюджет для того, чтобы этот механизм поступил в силу. Поэтому и пришлось вот на этой неделе как бы эту идею опять восстановить, но уже ее сделать немножко в форме такого закона, то есть более подойти к этому тщательно, чтобы был и механизм распределённый, и направили повтор на главе автономии. Ну, надеюсь, сейчас время еще подходящее, лето, да, то есть есть время спокойно подготовиться и к проекту бюджета, и к отопительному сезону, сделать соответствующие расчёты, чтобы этот механизм утвордить. В качестве примера Александр Тарнавский перевёл в муниципе Кишинёв, где местные и городские власти возместили жителям часть расходов за отопление, благодаря чему горожане не так остро почувствовали рост цен прошлой зимой на энергоносители. Подобные действия, считает депутат, должны предпринять и власти автономии. Предполагаемые источники для формирования фонда «Достойная жизнь» им также были предложены. Есть два варианта, как этот механизм реализовать. Либо бюджетное наполнение за счёт того, что мы сокращаем или приостанавливаем многие... Действия каких-то других программ. Да, неприоритетных именно в этот период, потому что форс-мажор у людей. Это один вариант, он не самый предпочтительный. Второй вариант, он более предпочтительный. Глава автономии, руководство автономии начинает выезжировать, да, постоянно выезжать, встречаться и говорить о том, что окажите нам не с протянутой рукой, а тут правильный подход. Ну, дипломатический такой уровень ещё никто не отменял, да, и Сирию, и Венгрию тоже не отменяли. Скажем про республику Турция, в том числе, ну, фактически гагузский народ, который является... Братским народом. ...братским и относится к одной языковой группе, ну, может, замёрзнуть часть людей зимой. Давайте говорить об этом открыто. Получателями социальной помощи в отопительный период, согласно законодательной инициативе, предварительно могут стать от 15 до 20 тысяч семей или домохозяйств в автономии. В целом, бюджет предполагаемого фонда на будущий 2023 год может дойти от 75 до 100 миллионов леев, что составит почти 33% всего бюджета гагаузии на 2022 год. Эта мера, считает Александр Тарнавский, вынужденная и не требующая отлагательств, поскольку существуют риски того, что категория граждан, которые не смогут отапливать своё жильё, могут предстоящей зимой попросту замёрзнуть из-за нехватки финансовых средств. Людмила Новак, Артём Топал, Новости ГРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова